Вот вы ездили в Танзанию. Скажите, а вы чувствуете какой-то зов крови? Ощущаете? Знаете, это такой вопрос очень больной. Дело в том, что я, как уже, знаете, родилась в Москве, и все вокруг были, ну, сами знаете, какие все были вокруг. А любой ребенок, он всегда хочет быть похож на всех. Вот даже спросите полного ребенка, он хочет быть худеньким, не потому что он плохо себя чувствует. Потому что вокруг худенький. Он хочет быть таким, как очкарик. Потому что все кричат, очкарик, очкарик. И опять же, он хочет быть таким, как все. Я тоже хотела быть такой, как все. У меня даже был кумир, там, Дмитрий Иван Владимирович, мой тренер. Ну, все они, ну, все русские, ну, не могла я быть такая. Я думала, боже мой, что я здесь делаю? Ну, почему? Ну, почему я здесь, когда я должна быть там? Ну, совсем другая, я еще не совсем понимала, где. Но я точно знала, что не здесь, потому что тут нет таких, как я. И в какой-то момент я поняла, что надо выходить замуж и уезжать туда. Потому что это была единственная возможность уехать туда, где вот моя родня, где моя земля. И вот свершилось. Я приезжаю в Танзанию. И я все жду вот этого момента, когда вот так чик, я пойму, я на родине. И прижмусь к своим пальмам, как вы прижимаетесь к березкам. И обниму, и я скажу, я дома. И вот я так ждала этого момента. Я приехала, я хожу, я брожу. Конечно, замечательная страна, красивая. И вот они пальмы, и вот она земля, и вот он океан, и все. Чужое. Вообще ничего. Я прямо даже постукивала по этой пальме, думаю, ну, может быть, ничего. И вот я встретилась со своей бабушкой, которой 90 лет. Меня привезли в то село, где-то, в ту деревню. Там собралась вся моя родня, их там 100 человек. Они станцевали танец, там духов от меня отгоняли. Эта бабушка меня прижала. Она очень старенькая, она сидела на земле. Она потребовала, чтобы я села на ее старые ноги, потому что она сказала, что я должна была тебя выращивать. Я должна была тебя поднять. И я к ней прижимаюсь. Чужой человек. Это так странно. Я понимаю головой, что это моя бабушка. Но в моем предстое бабушка, это та бабушка, которая меня вырастила. Которая коленки мне мазала. Которая укладывала спать. Которая вот пела колыбельни. А эта женщина, ну, похожа, наверное, ну, там, на отца, которого я тоже не знала. А тут по фотографиям.